В России массовые сбои в работе YouTube начались 1 августа. Значительно снизилась скорость загрузки видео. В Кремле дали указание всем операторам затормозить уровень воспроизведения роликов до 128 кбит в секунду. Теперь россияне массово жалуются на полную остановку YouTube. При попытке перехода на САД появляются уведомления об отсутствии соединения. По данным сервиса «Сбой РФ» на 11.20 по московскому времени насчитывалось почти 5000 жалоб на работу видеохостинга. Пользователи также сообщают, что видео грузятся со смартфонов через мобильный интернет, но не через Wi-Fi от провайдеров. И сообщения в телеграм-канале The Insider. Ранее российские власти утверждали, что ограничивать работу популярного видеохостинга не собираются, а все технические проблемы списывали на якобы устаревшее оборудование корпорации Google, которое ушло из России после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Правда, в Google эти заявления опровергли. Там обратили внимание на то, что при использовании VPN проблем с загрузкой видео в федерации не возникает. Сейчас идут два параллельных процесса. Во-первых, это тестирование неких новых узлов безопасности. Во-вторых, это работа с провайдерами. И не случайно привлекли все российские сервисы, тоже и банковские, и электронные торговли, и доставки. В общем, у всех были проблемы. Я напомню, в последний раз такое было, когда телеграмму объявили войну еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Прокремлевские СМИ сразу взялись убеждать россиян, что без YouTube они прожить могут. Мол, зато активно устанавливают в ЭК-видео и Рутюб. Действительно, после того, как российские власти распорядились затормозить YouTube, в Эб-стор на территории России эти приложения оказались в топ-3. Вот только на первом месте в этом рейтинге VPN. Тем временем, российское государственное агентство ТАСС отсчитало, что ВК-видео возглавило списки самых скачиваемых приложений в России в магазинах Google Play и Apple Store, скрыв, что первую строчку топа занимает VPN. Из публикации издания The Moscow Times. Следом за YouTube в Российской Федерации скоро заблокируют Google, Android и iOS, заявил депутат Госдумы Алексей Диденко. Самый простой способ обойти ограничения – установить VPN. Вернуть работоспособность сервиса можно и при помощи разных утилит для браузера. Также есть еще один простой способ обойти блокировку и замедление YouTube. Нужно скопировать ссылку на видео и отправить ее в любой чат на платформе Discord. Сервис автоматически сгенерирует окно плеера, в котором видео будет проигрываться без зависаний. Россияне, которым важно получать какую-то информацию не только из официальных источников, уже давно наты с VPN, с Tor и с другими примочками, о которых вы сейчас говорили. То есть буквально чуть ли не пенсионеры уже помогают друг другу устанавливать все эти способы обхода блокировок. Ну и я думаю, что тут есть какой-то еще, знаете, такой момент из Советского Союза, когда запрещенный контент люди все равно доставали. Оперативную и объективную информацию вы всегда можете получить на телеканале Freedom. Если у вас в стране заблокирован доступ к видеосервисам, прямой эфир телеканала Freedom можно смотреть круглосуточно на нашем сайте. Чтобы получить доступ к сайту Freedom через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение по инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру. Виктория Смирнова для телеканала Freedom. Продолжение следует...